Ну что же, и, конечно, мы не можем утренний эфир не построить без общения с Евгением Поддубным, наш военный корреспондент, бог военных корреспондентов, который сейчас находится в Новороссии, в Донецке. Жень, доброе утро. Владимир, здравствуйте. Как прошел день? Был очень, конечно, насыщенно, особенно с пересконференции, с видеоплененных. Активная у вас деятельность там, конечно. Ну да, накануне был крайне тяжелый день. И он был не только насыщен событиями информационными, но и взрывами в Донецке. Украинская артиллерия накануне била крайне интенсивно. И вот удар в такой пресинности, я не помню, даже в самые тяжелые дни летних месяцев, стоит сказать, что наносили удары, что называется, по площадям. Вчера был густой туман. И корректировать огонь украинские артиллеристы физически не могли. То есть работали по площадям. В частности, били по району Путиловки, по Киевскому, Куйбышевскому районам. Попали в автобусную остановку. Там на месте наша съемочная группа находилась. Тоже ребята попали под обстрел. А что касается района аэропорта... На этих ребят никто не пострадал, а вот местные жители, к сожалению, погибли. Это так. Погибают ежедневно в Донецке люди, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям. Что касается района аэропорта, то на наших глазах были взяты в плен украинские военные. Два офицера, еще шесть солдат. Что значит на ваших глазах? То есть вы опять полезли на передовую вперед бойцов? Ну не вперед бойцов, почему нет. Мы находились в районе аэропорта вместе с командирами батальонов, которые там воюют. Это батальоны Сомали и Спарта. И, собственно говоря, когда завязался бой, мы находились рядом и увидели пленных первыми. Их привели в штаб, выяснили их воинские звания, оказали медицинскую помощь, допросили, потом отправили уже в Министерство обороны Донецкой Народной Республики. Так что мы смогли первыми поговорить с ними, что называется, сразу же. Как только их вывезли из боя, вместе с ранеными вывозили и украинских военных, погибших, шесть человек. И, как нам рассказал солдат, старший солдат, которому сразу оказали помощь, он был ранен в ногу. Командование их просто обмануло. Командование им не сообщило, что аэропорт находится под контролем сил ополчения Донецкой Народной Республики. И направили их сюда для того, чтобы они якобы забрали своих раненых. Но как только они вышли на территорию аэропорта, они были встречены плотным огнем с позиции ополчения. И, в общем-то, группа эта была уничтожена. Руководил группой подполковник украинской армии, который участвовал до этого в ротации. Он, естественно, знал реальную обстановку на территории аэропорта. Под прикрытием такого маневра украинские военные пытались в тумане ввести два танка на позиции, чтобы из танка вбить по новому терминалу. Почему этот маневр не удался? В результате в плену оказались высокопоставленные офицеры, и солдаты были убиты. Уже после того, как их взяли в плен, Александр Захарченко сделал заявление. Сейчас, Валерий Кузьмин, сейчас дойдем до Захарченко. Что с танками произошло? Танки были уничтожены. Один танк удалось захватить силам ополчения. Один танк, насколько мне известно, отступил после того, как по нему был открыт огонь из противотанковых средств. То есть, получается, за два дня боев армия Новороссии получила два дополнительных танка? Ну, получается так. В принципе, повторяется сценарий летней кампании, когда украинские военные теряли технику, теряли людей. И более того, как только начинается активная наступательная операция украинских военных, многие из них оказываются в плену в Донецкой Народной Республике. То есть, уровень профессионализма тех, которые воюют сейчас, так принципиально не вырос по сравнению с летом? Владимир, если говорить объективно, есть разные подразделения, разные люди. Некоторые из подразделений научились воевать и, что называется, как здесь говорят, бодаются крайне упрямо. Есть подразделения, которым везет меньше. Многое зависит от командования. Вот сейчас разговаривали с пленными солдатами. Многие из них, ну, как они, по крайней мере, говорят, отказывались идти в наступление. Вот тот солдат, с которым мы общались, он вообще сказал, что если бы он знал, что он не едет вывозить раненых, а едет участвовать в каких-то наступательных действиях, он бы отказался. Я уже не знаю, насколько это правда. В общем, есть разные подразделения. Но они бой приняли, те солдаты, которые якобы ехали вывозить раненых или нет? Те, кто приняли бой, они погибли. Другие же, они предпочли сдаться. Был бой, судя по всему, скоротечный, да, с ними? Ну, там бой длился минут 45. Не, не такой скоротечный, да. Значит, сопротивлялись, да? Недолго, недолго они сопротивлялись. Тут еще стоит сказать, что позиции были заняты уже достаточно давно и в новом терминале, и на других ключевых точках на территории аэропорта. Поэтому это укрепленные рубежи ополчения, их пройти крайне непросто украинским военным. Тут злую шутку с украинскими силовиками играет официальная оппозиция Киева. Там повторяют, что аэропорт находится под контролем вооруженных сил Украины. И вот в этой спешке пытаются его то ли вернуть, то ли хотя бы закрепиться где-то в аэропорту, чтобы можно было туда доставить журналистов и показать, ну, хотя бы частичный контроль над какой-нибудь, над каким-нибудь небольшим отрезком аэропорта. Но вот пока у украинских военных не получается это сделать. А чем завершился бой в Песках? Или ситуация продолжает быть неопределенной? Ситуация в Песках, да, еще неопределенная. Там продолжаются столкновения. Пока ни в одной из сторон нет права сказать, что они владеют инициативой. Там динамично развивается ситуация. Откуда идет обстрел в Донецке? С каких позиций? Это Авдеевка, Пески или работают дальние артиллерии? Тут несколько районов, можно выделить, из которых идут обстрелы. В первую очередь это Авдеевка, там работает артиллерия. Это населенный пункт Опыт, на этом тоже стоят артиллерийские дивизионы. Это Пески, уже традиционно оттуда бьют из минометов 120-мм. Что касается ударов из реактивных систем залпового огня, то это удаление чуть больше, населенный пункт Красногоровка, другие города на севере и на северо-западе, которые контролируют украинские военные. Потому что стреляют сейчас фактически из всего, что есть украинской армии. Ну, если говорить о том, чем бьют и по аэропорту, и по городу, то это в первую очередь 152-мм САУ. Это реактивная система залпового огня. Град и Ураган, это другая дальнобойная артиллерия Пушки Д-30. Используют танки для обстрелов и прямой наводкой, и по другой траектории. В общем, пока не используют только смерч. Вот в эти дни все остальное украинские военные применяют. Это довольно дорогое же удовольствие. То есть каждый день войны недешево обходятся бюджеты Украины. Ну, тут бесспорно и содержание вооруженных сил в условиях военных действий, и боеприпасы, которые они используют, война вылетает в копеечку. Насколько безграничное терпение бойцов ДНР? Потому что они же могут, естественно, поддаться желанию отодвинуть как можно дальше артиллерийские позиции противника путем захвата и уничтожения их. Ну, в этом смысле бойцы армии, уже армии ДНР выполняют приказы и сейчас сдерживают атаки военных на позиции, на ближайшие позиции. Что касается каких-то контрнаступательных действий, то вот о них будет известно, как только они начнутся. Естественно, вот так по-человечески, когда разговариваешь с бойцами ополчения, многие из которых жители Донецка, а не других городов востока Украины, то многие говорят, что, конечно, ждут приказы идти вперед для того, чтобы отодвинуть угрозу артиллерийских ударов от Донецка, для того, чтобы откинуть артиллерию. Чтобы просто сделать Донецк недосягаемым для артиллерийских дивизионов украинских военных. Вчера выступал Захарченко, сказал, что день принес очередные тяжелейшие потери украинской армии. Более того, это еще и большой психологический удар для украинской армии. Безусловно, погибли военнослужащие, причем Александр Захарченко, глава ДНР, он заверил родных погибших, что тела им будут переданы для того, чтобы они были похоронены с воинскими почестями. Вчера попали в плен не только военнослужащие, но и офицеры. И один высокопоставленный офицер, который уж точно владел обстановкой в районе аэропорта, потому что, еще раз повторюсь, он участвовал в ротациях во время перемирия. Это тот, который пожал руку Мотороли, или это другой? Нет, нет, это другой человек. Просто внешне похоже, да, несколько? Подполковник, они стояли рядом. Ну, в общем, он уже не сможет сказать, что он не владел обстановкой в районе аэропорта. У него была полная информация о том, что там происходит. Вчера был такой эпизод, крайне эмоциональный, когда командир батальона «Сомали», бойцы которого взяли в плен этих людей. За которую он же Гиви, он же Миша? Он же Гиви, он же Миша, да. Он крайне эмоционально начал объяснять полковнику, посмотри, мол, что вы натворили с городом, посмотри, что вы натворили с людьми. Я тебя взял в плен, ты останешься жив, ты получишь медицинскую помощь, ты в конце концов едешь домой, тебя отменяют на кого-нибудь из наших бойцов. Но, говорит, если ты попробуешь сейчас пройти по улицам Киевского района или Кубышевского района, с тобой просто могут устроить самосуд, нам тебя охранять придется. Вот чем вы на самом деле тут занимаетесь. Была такая очень эмоциональная речь. А какая была реакция полковника, когда он увидел результат своих действий? Ну, вот здесь говорить о реакции сложно, а пленные всегда подавлены. Полковник, естественно, молчал, ему было не до каких-то заявлений. Поэтому сложно мне сказать, чтобы не соврать. Ну, да, понимаю. Хотя, конечно, действительно, сам факт, что их надо защищать, это важно, говорит. Сколько вчера погибло бойцов ДНР и сколько вчера погибло военнослужащих вооруженных сил Украины? Вот сводной статистики сейчас нет. Она обновляется с задержкой, с достаточно большой, потому что данные получаются из разных подразделений. О потерях украинских военных тоже сообщают с задержкой. Об общих потерях. Так как официально в Киев потери занижает. Открывает. А, собственно, в ДНР получают информацию от разведки, потом ее суммируют и предоставляют. Вот только за 40 минут боя вчера в аэропорту погибло более 6 человек. 6 человек это тела погибших, которые были доставлены, собственно, в штаб, которых удалось вынести достаточно большие потери. Пока сводной информации нет о всех участках противостояния. Это печально, что статистика опаздывает. Я просто к чему? К тому, что украинцы, наверное, и не знают о потерях, которые несет их армия. Владимир, ну, здесь ситуация крайне парадоксальная. Украинские варьенные, я имею ввиду командование так называемой антитеррористической операцией, украинские политики, а вместе с ними и украинские журналисты, блогеры, они отрицают реальность изо всех сил. То есть реакция на наши репортажи из нового терминала Донецкого аэропорта, когда мы ходим, показываем, вот новый терминал, здесь нет украинских военных. Посмотрите, он полностью находится под контролем ополчения. Ну, в ответ мы слышим заявление о том, что это снято чуть ли не на Мосфильме. И якобы построен макет нового терминала где-то в России, где проходят, в общем, съемки. Это смешно, но с другой стороны, вот те военнослужащие украинской армии, которых посылают в бой, они же действительно не обладают знанием обстановки, реальной обстановки на поле боя. Тоже накануне был интересный эпизод, небезызвестный Моторола, Сан-Павлов, командир батальона «Спарта», который находится в аэропорту. Вот он спросил офицера украинского, говорит, вы понимаете, что вы, людей, отправляете суда на убой. Офицер не знал, что ответить Арсену. И вот в этом, на самом деле, и весь вопрос. Сейчас Украина стала заложником собственной пропаганды. То есть они повторяли на протяжении недели, более чем недели, что не потеряли аэропорт, так как вокруг аэропорта была выстроена, ну, полностью выстроена военная пропаганда украинская. И сейчас им нужно либо его отбить назад, а для этого нужно посылать людей, как сказал Моторола, цитата на убой, либо далее продолжать врать. Но продолжать врать все более и более тяжело с каждым днем, потому что, в отличие от украинских журналистов, которые рассказывают, что аэропорт в руках вооруженных сил Украины, российские журналисты находятся в аэропорту и рассказывают, что там на самом деле происходит. И показывают. Такая непростая ситуация. Да, и показывают. А иностранцы, иностранные журналисты есть же в Донецке? Иностранные журналисты в Донецке работают, да. Не хотят подъехать вместе с вами, посмотреть на новый и на старый терминал, чтобы передать иностранным зрителям правдивую картинку и дать им объективную информацию? Да некоторые, в общем, и делают это. Работают здесь и немцы, работают здесь и наши коллеги с Rush Today, работают другие европейские каналы, я, к сожалению, многих не знаю. Многие и бывали уже в новом терминале и работали там. Но, понимаете, когда, например, канал BBC берет кадры, которые снял наш оператор с беспилотного аппарата, оператор ВГТРК, и, собственно, говорит о том, что аэропорт обороняют украинские военные, когда российская съемочная группа там снимает. В общем, это странно. Когда бельгийский телеканал берет наш же сюжет и Моторолу представляет командиром украинских вооруженных сил, который героически обороняет аэропорт, о чем-то можно говорить. — Они не боятся потом с вами встретиться и просто вам в глаза посмотреть? — Нет, они делают редакционный сюжет, я понимаю, что это не очень страшно. — Они сюда не приезжают. — А, то есть они у себя там сразу монтируют. — Да, да, они делают редакционный сюжет, они просто берут видео из международного обмена. — А, понятно, да. А дальше уже врут, как хотят. Вот Гиви-то с интересом узнает, что он, оказывается, большой начальник украинской армии. — Нет, Моторолу. — Моторолу, да. — Они даже представили с каким-то Арсенас Павлов, как-то даже по-прибалтийски. — А что происходит с Мариуполем? Ходили какие-то непонятные слухи, что то ли приступили к штурму Мариуполя, а потом войска ДНР говорят, что нет, даже наши планы не входят. — Нет, под Мариуполем ситуация осложнилась в силу участившихся артиллерийских ударов, но о штурме Мариуполя, конечно, речи не идет. Более детально я ситуацию там обрисовать не могу. Это более чем в ста километрах от Донецка, и пока аэропорт остается в самой горячей точке, туда нет возможности съездить. — А как вот сейчас выстроена система командования? То есть все ли централизованное? Действительно ли уже это армия, армия? Обеспечены ли взаимодействия между подразделениями? То есть партизанщина закончилась в ДНР? — Ну, безусловно, в ДНР еще несколько месяцев назад была создана четкая вертикальная структура вооруженных сил. Сейчас она, ну, что называется, укрепляется. Есть министр обороны, есть начальник штаба, есть все необходимые службы, в том числе и тыловые. Ведется учет военнослужащих, удаются военные билеты, то есть там выплачивается денежное довольствие. Все это уже армия с абсолютно понятной структурой подчинения. Несмотря на то, что батальоны до сих пор называются, так сказать, как их назвали, командиры при формировании, но эти батальоны, они подчиняются Министерству обороны, выстроенной иерархии. В общем, партизанщины здесь, ну, фактически не осталось. Может быть, есть какие-то проявления, с которыми борется военная полиция, которая была создана и, в общем, сейчас действует для того, чтобы поддерживать закон и спорядок в вооруженных силах. А что происходит с жизнью Донецка под такими обстрелами? Люди гибнут, но есть ли питание, есть ли вода, эпидемиологическая обстановка? Какова нужда в срочной гуманитарной помощи? Вот стоит сказать, что в первую очередь тяжелее всего жителям районов, которые находятся ближе к аэропорту, северной части Донецка, там ситуация крайне тяжелая. Там во многих домах нет водоснабжения, нет электроснабжения, нет стекол в прямом смысле. Даже те дома, которые не пострадали в ходе непосредственных взрывов снарядов, взрывными волнами, у них выбиты стекла, а сейчас зима. Вот там ситуация крайне тяжелая. Крайне тяжелая ситуация в больницах складывается, потому что поток раненых большой, врачи оказывают помощь, для этого нужны медикаменты, для этого нужны перевязочные материалы. Они лишними никогда не бывают. Что касается других районов города, то здесь работают и магазины, не все, но работают. А в магазинах есть продукты, не все, но они есть. Тут вопрос, есть ли у людей деньги на эти продукты. Тяжелее всего сейчас, конечно, людям пожилым, людям с какими-то проблемами, социально незащищенным людям, они остались без украинских пенсий, например. То есть Украина перестала им платить пенсии. В Донецкой народной республике начали платить пенсии, организовали пункты выдачи пенсии, но пока этот процесс формируется, там есть, конечно, определенные проблемы. В общем, не сладко приходится, особенно пенсионерам, особенно людям, которых некому защитить. Но при этом это зона гривны? Безусловно, да, здесь в обороте гривна, рубли, ну, если и принимают, то в качестве валюты. То есть с последующим обменом. Перемещение граждан возможно? То есть люди могут выезжать с территории ДНР на территорию Украины и на территорию России? На территорию России они могут это делать беспрепятственно. Работают пункты пропуска на границе. То есть и дорога есть, то есть не обстреливанная? Дорога не обстреливается, но пока, по крайней мере, таких сообщений не было. Несколько сообщений было о том, что работают диверсионные группы где-то по пути следования к российской границе. Но здесь стараются диверсионные группы ликвидировать оперативно. В частности, поступали вчера сообщения, что и в Донецке есть шесть диверсионных групп, которых активно искали силовые структуры ДНР. Что касается возможности выехать в Россию, то она есть. Что касается сообщения с Украиной, то это сообщение, оно нерегулярно, в общем, собрежено с определенными трудностями. Надо проходить блокпосты, их то открывают, то закрывают. В общем, гораздо сложнее сейчас попасть на Украину, чем уехать в Россию. Там-то никаких препятствий нет, кроме прохождения, ну, каких-то формальностей на границе. Диверсионные группы были выявлены и уничтожены? Или судьба неизвестна тех, о которых вы говорили? Ну, сообщалось, что несколько диверсионных групп выявлены и уничтожены, какие-то еще продолжают действовать в Донецке. То есть, началась такая летняя история, когда по Донецку работали кочующие так называемые минометы, когда на автомобилях «Газель», где выпиливают в крыше большую дыру, перемещают 82-мм миномет, быстро бьют по какой-то части города и не уезжают. В общем, засечь их крайне сложно. Вот их ищут силовые структуры, тут созданы специальные группы для этого. Пока информация о том, что все группы пойманы, не поступало. Евгений, спасибо вам большое, как всегда, фантастический рассказ, просто как ощущение, что видишь, когда вы говорите происходящее. Дай Бог, чтобы то, что украинская страна назвала эксцессом, как можно быстрее сошло на нет. Потому что, конечно, гибель мирных людей оправдать невозможно никакими политическими интересами, чтобы украинцы не говорили. Вы слышали, Евгения Подубнова, военного корреспондента, который сейчас находится в Донецке, не знаю, как вас, а я очень, так вам скажу, заволновался, когда услышал фразу, что мы видели своими глазами, как происходил бой, потому что надо понять, что во время боя у журналистов есть только камера. У журналистов нет оружия, каска, им бронежилет, но, к сожалению, не всегда спасают. Но отчаянность, Евгения, она просто является уже притчей во языцах, но это цена, которой добывается блестящие материалы. Итак, спасибо большое, Евгения, всем нашим коллегам, которые работают в горячих точках, для того, чтобы вы знали правду, в отличие от того информационного мусора, которым питают Европу, Америку и Украину. Сейчас новости, сразу после которых с мамой о прекрасном. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok